Приветствую вас, Виктория. Давайте разберём ваш вопрос. Я встречалась с мужчиной, но он меня предал. Он гулял в компании с друзьями. Там были девушки, когда я увидел это в соцсетях. Мы расстались, а он попросил своих товарищей, чтобы они заблокировали мой аккаунт, чтобы я не смогла больше видеть фото никакие и додумывать себя. Для меня все это было очень больно. Я его послала и три месяца мне общались. Но он меня вернул, сказал, что осознала, как был неправ и сделал мне предложение. Я долго думала, но приняла предложение, и вот мы собираемся пожениться. Всё вроде бы хорошо, но когда ему звонят эти его товарищи с работы, они же в своей компании, мне начинает всё вспоминаться, становится эстративно и пропадает настроение. Я понимаю, что он кроме работы с ними не гуляет больше, что он выбрал меня, но сам так меня мучает. Они напоминают мне о том, из-за чего мы расстались. Звонить по работе он им не может запретить и сам им звонит. Как мне быть? Виктория, ну, самое, как мне кажется, простое в этой ситуации, что вы можете сделать, это поговорить со своим мужчиной и сказать ему, что у вас, как бы, ну, эта история ещё болит. Что вам ещё больно, что вам, ну, как-то вот болезненно ещё отзывается эта история. Вот. Не с целью, что он должен перестать, там, общаться с этими людьми. А просто поговорить о вашей боли и, как бы, выразить ему это. Это первое. На что хочется обратить ваше внимание. Это то, что вы, вероятнее всего, не прожили до конца то, что с вами произошло. Вот, вас это травмировало, так или иначе. Вот. И вам, в общем-то, до сих пор, для вас это, ну, вот, какое-то значение, скажем так, имеет. Имеет, ну, достаточно серьёзное значение. Вот. Соответственно, вам нужно допрожить эти чувства. Вот. Вам нужно допрожить эти проживания. Вот. И, в целом, как мне кажется, несколько изменить свой подход к жизни. Вот. А сейчас, как мне, опять-таки, кажется, это ситуация, для вас невозможна. Вот. Дальше, я бы, здесь, упомянул бы, историю с, вашей самооценкой. Вот. Я бы упомянул, в общем-то, за вашей уверенностью в себе. Вот. Вот. О, мне кажется, мне кажется, что это, вот, такая основная, как мне кажется, проблематика. Вот. То, что вы в себе не уверены. Я скажу. Вот. Я бы, вот, наверное, в первую очередь поработал бы с уверенностью в себе. Вторую, с чем бы, с чем я поработал, это с ожиданиями. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, у вас, как мне кажется, есть определенные ожидания от мужчины, человека, и есть также вопросы, по крайней мере, у меня, относительно того, как вы выстраиваете отношения с мужчиной. Потому что, поскольку вам было больно, когда он вот, вы увидели через соцвет, что он гулял с другими девушками, и поскольку вас это задело, то предполагаю, что есть вот эта вот трудность в чувствовании себя ценной, чувствовании себя важной, чувствовании себя любимой тогда. То есть, сложно достаточно здесь абстрагироваться от того, что вы, как будто вы пытаетесь добрать то, что вам не хватает. Ну, в данном случае речь может идти, в принципе, про любовь, про значенность, в данном случае речь может идти про эти моменты. И я говорю совершенно не про то, что вы должны от чего-то отказываться, а речь про то, чтобы на вас это так не влияло. И предстоит выяснить, каким образом на вас это влияет, как, как на вас это влияет, вот, каким конкретно образом на вас это влияет. И решить, как это можно подкорректировать, при условии, если вы этого сами хотите. Вот. То есть, отвечая на ваш вопрос по поводу того, как вам быть, я бы сказал, если вот говорить о том, как вам быть, то я бы, конечно, рекомендовал бы вам психотерапию. Вот. Я бы рекомендовал вам психотерапию и рекомендовал бы вам непосредственно работу над теми аспектами, которые я указал. Дальше. Вы пишите, я встречалась с мужчиной, и он меня предал. А предательство здесь это как раз то, о чем я говорю в контексте. В контексте ожиданий. Вы ожидали чего-то. Человек этого не сделал. Вот. Человек не поступил так, как вы рассчитывали. Рассчитывали. Человек не поступил так, как вы хотели, как вы ждали, как вы надеялись. И это воспринимается вами как предательство. Вот. Задача заключается в том, чтобы от подобных ожиданий вас в какой-то степени освободить. Естественно, вы можете ждать от человека адекватного отношения к себе. Естественно, вы можете ждать от человека поведения в соответствии с вашими ценностями, но вместе с тем отдавать себе отчет также, что ценности у людей, в том числе и у него могут быть разные, что человек может не видеть ничего плохого в том, чтобы гулять с другими девушками. Вот. И если вы этого человека любите, ну, если мы предполагаем, что человека вы любите, то любовь означает в первую очередь принятие человека таким, как он есть. Вот. Это означает принятие его ценностей. Поэтому, ключевой вопрос здесь, который я хочу вам задать, является следующее. Что между вами и мужчиной, с которым вы встречались и встречаетесь, например, общего? Что вас объединяет? Что вас связывает? Это, на мой взгляд, очень важный вопрос, потому что вы говорите про предательство, то есть про то, что человек поступил вот не так, не так, как вы рассчитывали, не так, как вы хотели, а значит, нет ощущения, что вы его знает и знаете. Так что я не думаю, что существует какой-то элемент предательства, вот. Существует определенное ожидание, что, в принципе, как мы видим другого человека, но только то, как мы его видим, очень редко совпадает с тем, что совпадает с тем, какой человек на самом деле. То есть это хорошо, если это совпадает. Но, как правило, в случае, такое совпадение больше редкость, чем, ну, чем часто встречающиеся явления. Это, на мой взгляд, то, что вам необходимо держать в сознании, когда, если вы общаетесь и взаимодействуете с кем-то, выстраиваете взаимоотношения с кем-то и так далее. Дальше. Он играл в компании с друзьями и там были девушки, когда мы остались. Почему? То есть, ну, вот, что такого плохого для себя вы видите в том, что он гуляет в компании, где есть девушка. Вот, с точки зрения моей, это неуверенно в себе у вас. Ну, вот здесь. Ну, подсказывается, неуверенно в себе. Не знаю, конечно, конечно. Согласитесь вы со мной или нет, но тем не менее. Как вы сами относитесь к этому, к этому шпиону? Расстались из-за того, что он гулял в компании, где девушки были. Как вы сами, как вы сами вообще считаете, да? И так далее. Дальше. Он попросил товарищи заблокировать и додумать себе. Ну, вот тут, по сути, вы сами, как бы, прямым текстом говорите о том, что я додумываюсь. Вот. То есть, я не знаю, в данном случае, понимаете ли вы, что додумываете на самом деле. Понимаете ли вы в данном случае, что вас говорит, например, ревность, вас говорит неуверенность в себе, страх, но никак не любовь. Для меня все это было очень больно. Ну, давайте вот поподробнее немного. Я его посылал, мы 3 месяца не общались. Так вы реагируете на боль. Когда вы сталкиваетесь с чем-то болезненным, вы этого избегаете, но не проживаете. Соответственно, не растете, соответственно, как бы вам сложно устраивать отношения с людьми. Потому что отношения с людьми предполагают определенные заправки на их особенности. на их ценности, на их природу. Вот, не видит человек ничего плохого в том, что вы гуляете с компанией с девочками? Ну, это его право. Если вы хотите выстраивать здоровые, адекватные отношения, вот, то, наверное, ценности и права другого человека нужно уважать. Вы можете сказать, что для вас такое неприемлемое супер. Никто, в том числе и я, не заставляет вас. Но, тогда, ну, необходимо, вот, на мой взгляд, опять же, скажем так, Свою ценность необходимо продвигать. Вот. А как мне кажется, вы свои ценности не продвигаете, вот. То есть, ну, так вот, тут вот, в данном случае, вышло, что человек, ага, ну, признал, да, что был неправ. Ну, как-то вот. Вопрос о ваших отношениях бы не стоял. Ну, вот. То есть, это, опять же, история про вашу активность. Дальше. Он меня вернул. Тысячевый. Не буду скрывать, меня всегда несколько смущает в подобной истории, когда люди говорят, что, ну, наверное, это, как бы, ну, вы же не видишь, чтобы вас возвращать. Вы человек. И здесь, в том, а, что вы говорите, про то, что вас вернули, вернули. Вы игнорируете. Эмммм. Как мне кажется. Всегда вы игнорируете. Как мне кажется. Эмммм. Свою ценность вы игнорируете. Как мне кажется. Ну, свои приоритеты. И это, вот, опять же, вопрос. Так или иначе. К вам. Насколько осознанно вы это делаете? Если вы это делаете осознанно. Насколько. Дальше. Сказал, что осознал, как был не прав. А не прав в чем? Хотел чего? Сейчас чего хочет? То есть, вот, просто был не прав. И все. На мой взгляд, это несколько странноватое позиция. То есть, здесь нет, как мне кажется. Кажется. Некой искренности. Здесь нет, как мне кажется, некой открытости. Вот. Потому что, возможно. Возможно. Вам, человек, элементарно понимает, что не может обо всем сказать. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, пока обстоят сейчас. Вот. Да. То есть, по сути, он, что сделал? Да. Он просто сказал вам, что, извини, я был, как бы, не прав. Вот. Чего хотел. Чего хотел. Человек. Что изменилось сначала. Не совсем понял. Но, чисто внешне, это больше похоже на жертву. К сожалению. Я долго думал. Я долго думал, но приняла предложение. И вот мы собираемся пошлиниться. А чего долго думали-то? Кхе-кхе. Кхе-кхе. То есть, вот, есть ощущение, да, что вы... Сомневаетесь как будто во всем. Знаете? Какой момент. Если любите человека, если смогли простить. Вы, кстати, не сказали, что вы его простили. Это тоже важный момент. В отношениях важных прощений. Оно не то, чтобы необходимо. То есть, оно не обязательно. В том смысле, что у человека либо есть возможности, ресурсы, забавы, чтобы простить. Необходимый уровень зрелости, чтобы простить. Либо нет. Но вы ничего не говорите о том, простили ли вы его. Или нет. А это очень важный момент. Вполне возможно, что здесь замешана какая-то другая история. Возможно, что здесь вы говорите про что-то другое. Например, про свое желание быть этим человеком. Например, про свой, допустим, страх, одиночество и так далее. Я не знаю, конечно. Вот. Я сейчас только предполагаю. Да? Но выглядит это все таким образом. Нет у меня такого ощущения, что вы из, ну, как бы это сказать. Нет у меня ощущения, что вы из какого-то избытка. Да? Из любви. Может быть, это громко достаточно звучит человеком простила. Такого ощущения у меня, к сожалению, нет. Поэтому я считаю своим долгом обратить ваше внимание на это. А? Каким образом? Вы? Человека? Прости. Как вы? Пришли? К тому? Чтобы человек простил. Вот. Вот. Вот это я хотел бы выяснить. В том числе с вами. Может быть, вы его не простили? Вот. Судя по тому, что вы описываете, и, судя по тому, что вам больно, вполне вероятно, что он не простили. Но, тем не менее, находится с ним в отношениях. Вот. Даже пожениться с ним собираетесь. Но почему-то долго думает. На этот момент. Видимо, сомневается. Стоит не стоит. Дальше. Все вроде бы хорошо, но, когда ему звонят товарища с работы, мне нужна сомневность, он его сопротивляет и пропадает настроение. С этим нужно работать, да, это неплохо, неплохо, чтобы было. Я понимаю, что у меня работать с ним не гулять больше, что он выбрал меня, но сам факт меня мучает. Как? Чем? Они напоминают мне о том, с чем мы расстались. Это была травма, вам нужно с ней поработать. Звонить по работе он им... Но звонить по работе он им не может и сам им звонит. Как мне быть? Ну, я бы... Я бы... Я бы... Я бы говорил о... О том, что вам нужна помощь специалиста. Вот. Возможно... Возможно... Вместе с... Мужиной... А... Имеет смысл обратиться к... Вот... Психологу... И вместе с мужчиной... А... Поработать. Ну... Возможно... Возможно... Это... А... Имело бы смысл. Вот. Это на самом деле... А... Самый... Такой... А... Хороший... Самый оптимальный вариант... Который... Вы могли бы... Здесь... На мой взгляд... Реализовать... Решать... Конечно... Вам... Вот... Я ни в коем случае не хотел бы... А... Ну... Вас... А... Принуждать... Да... К чему-то... Вот... Вот... То... Что... Я могу... Вам ответить... А... Сейчас... С точки зрения психологии... И с точки зрения психотерапии... Вот... А... Много... На мой взгляд... А... По-прежнему... А... Вашей... Истории... Остается непонятным... Вот... Например... Непонятным... Остается история... Ваших взаимодействий... С... Мужчиной... Вот... Я имею ввиду... Как вот... В общем... Общаетесь... Да... Что вас объединяет... Какого типа... Между вами... И... И... Им... Отношения... Вот... А... Это все нужно выяснять... Нужно выяснять... На мой взгляд... Вот... Дальше... Я думаю... После этого... Вы уже могли бы... Сами решить... Что... Что вам делать... Но... В целом... То... Что я могу вам сказать... Вы... А... Вот... К сожалению... Производите впечатление... Человек... Который... А... Чересчур... Зависим... От... От... Отношений... И... Пытается... А... В... Этих... Отношениях... А... Что-то... Компенсировать... Я... Брят... Ошибаться... Честно... Но... Выглядит... Пока... Так... На этом... Все... Надеюсь... Что... Помог... Вам... Буду... Благодарен... За... Обратную... Связь... По моему... Ответу... Это... Позволит... Вам... Начать... Работу... Над собой... Желаю... Вам... Всего... Самого... Доброго... Удачи... Надеюсь... Что... Ситуация... Будет... Разрешена...